Ирана-Афганская граница Ночью 5 апреля началась секретная операция советских войск под кодовым названием «Юг». 60 вертолетов Ми-8 должны были уничтожить базу боевиков группировки «Альянс-7» возле афгано-иранской границы, через которую шли поставки оружия афганским мятежникам. Ориентирами для удара служили сброшенные из самолетов осветительные бомбы, но ветер отнес их вглубь территории Ирана. Иранское руководство направило в Москву ноту протеста и приказало открыть по советским машинам огонь на поражение. Почувствовалась некая растерянность, некая потеря управляемости, поскольку те летчики, которые прилетели с Шинданта и работали над целью небольшое время, они запрашивают, я вижу цель, разрешите отработать, им никто команду не дает. Неожиданно в небе появились иранские фантомы. Ждать приказа было уже нельзя. Несколько Ми-8 развернулись и выпустили залп неуправляемых ракет по истребителям. Эффект оказался ошеломляющим. Один из самолетов взорвался в воздухе, остальные в панике развернулись. Уничтожив несколько огневых точек, вертолеты благополучно вернулись на базу. Так состоялось боевое крещение Ми-8 в качестве ударных машин. Это новейшая модификация вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор». Его главная отличительная особенность – всепогодный управляемый комплекс вооружения. 8 управляемых ракет «Штурм», 80 неуправляемых ракетных снарядов, комплекс «Воздух-воздух-игла», 2 курсовых и 1 хвостовой пулемет. По огневой мощи «Терминатор» не уступает знаменитому американскому вертолету «Апач» и российскому Ми-24. Но в основе этой боевой машины все тот же, разработанный более 40 лет назад Ми-8. Первый, по-настоящему, многоцелевой вертолет. Он считается мировым рекордсменом по числу модификаций, которых насчитывается около двух сотен. Созданный как летающий грузовик, Ми-8 смог превратиться в грозный штурмовик, воздушный истребитель, охотника за подводными лодками и даже в роскошный лимузин для президентов. Наш фильм о тайнах самого массового российского вертолета. ВИНТОКРЫЛЫЙ ТЕРМИНАТОР 15 сентября 1959 года первый раз в истории Советского Союза его глава Никита Хрущев прибыл с визитом в Соединенные Штаты. На аэродроме его ждал вертолет С-58 президента США. Внутри он напоминал шикарный правительственный кабинет. Хрущев пришел в восторг от вертолета и прямо в воздухе договорился с Дуайтом Эйзенхауэром о покупке нескольких подобных машин. Это повергло американских военных в ужас. Новейшая разработка уходила к потенциальному противнику. Но хозяин Белого дома сдержал слово и в Советский Союз отправились три американские винтокрылые машины. Когда он приехал, он еще, кроме того, срочно потребовал, чтобы сделали из Ми-4 салон, потому что предполагался ответный визит из Эйнхауэра в Советский Союз. И мы сделали такой салон. Осмотрев салон вертолета, Никита Хрущев остался доволен, но спросил, уверен ли Михаил Миль в его надежности и готов ли сам сесть в вертолет. На этих уникальных кадрах вы видите, как первый советский борт номер один с главным конструктором совершает посадку в Кремле. Опасения Хрущева в надежности Ми-4 с устаревшим роторным двигателем имели серьезные основания. Секрет. 17 мая 1961 года. Москва. Министру обороны Родиону Малиновскому. Потерпел аварию вертолет Ми-4 сухопутных войск. Все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находился заместитель главнокомандующего Владимир Колпакчи. Причины выясняются. Главком сухопутных войск Василий Чуйков. Генерал Колпакчи был близким другом Малиновского. И министр обороны на всю жизнь не взлюбил вертолет. В это время на московском вертолетном заводе под руководством Михаила Миля началась разработка винтокрылой машины следующего поколения Ми-8 с двумя газотурбинными двигателями. Причем многие в КБ у нас не очень понимали, зачем нужны два двигателя. Пришлось доказывать это дело, так что с точки зрения безопасности, безопасности два двигателя лучше. При отказе одного двигателя второй автоматически выходил на повышенную мощность и машина продолжала полет без снижения высоты. Это был качественно новый шаг в надежности винтокрылых машин. Но министр обороны Малиновский и чиновники авиапромышленности слышать ничего не хотели о новом вертолете. Но идея Михаила Миля не нашла понимания у военных. Их вполне устраивали хорошо проверенные в производстве и эксплуатации вертолеты Ми-1 и Ми-4. Тогда, чтобы получить правительственный заказ, конструктору пришлось пойти на хитрость. Новый вертолет преподносился как дальнейшая модификация четверки, но с газотурбинными двигателями. И на этот раз заказчик не возражал. На самом деле Михаил Миль решил устранить все компоновочные недостатки военно-транспортных вертолетов первого поколения. На Ми-8 силовую установку вынесли наверх, что позволило значительно увеличить объем грузового отделения. Вертолет мог перевозить длинноствольную противотанковую пушку «Рапира», пробивавшую броню любого танка. Кабину выдвинули вперед, и вся передняя часть получила остекление от пола до потолка и давала летчикам невероятный обзор. Конструкция фюзеляжа была усилена, чтобы выдерживать отдачу при стрельбе ракетами. Ми-8 даже внешне не походил на Ми-4. Поняв, что вместо модернизации Миль пытается создать новую машину, министр обороны Малиновский и министр авиационной промышленности Дементьев приказали закрыть проект. С Дементьевым отношения у Михаил Леонидовича были такие достаточно напряженные всегда. Симпатии большой, во всяком случае, Михаил Леонидович не испытывал, а рассматривал как надоедливую муху. Новый вертолет спас Хрущев. По его просьбе главным заказчиком Ми-8 выступило Министерство гражданской авиации, которое в то время искало экономичную машину для перевозки пассажиров и грузов. Не последнюю роль в продолжении работ над Ми-8 сыграло желание Хрущева иметь безопасный вертолет-салон. По мнению главы СССР, он должен был стать олицетворением многочисленных советских достижений. Обладателем счастливого билета, а теперь и собственного москвича, оказался куйбышский инженер Евгений Федорович Безверхов. У дома номер 33 по улице Физкультурной еще не было такого события. Москвит-408, разработанный в годы первых советских успехов в космосе, стал бестселлером отечественного автопрома и предметом вожделения для советских граждан. Огромные стекла и удлиненный кузов, интегрированный щиток приборов, напоминающий кабину самолета, придавали машине космический вид. Дизайн автомобиля разработал известный автомобильный художник Эдуард Молчанов. Москвит-408 так понравился Никите Крущеву, что он привлек Молчанова к работе и над правительственным Ми-8. В общем, был достаточно хороший салон. Кому-то он потом показался... А, Ельцин. Сказал, низкий по высоте. Ельцин-то громила. Но тут уж мы ничего сделать не могли. У нас метр восемьдесят высота потолка. Специально увеличивать высоту не имело возможности. А Крущева это устраивало. В начале шестидесятых в тактике применения вертолетов произошли серьезные изменения. Первоначально американские военные использовали винтокрылые машины для доставки людей и грузов. Затем французы во время войны в Алжире установили на обычных вертолетах управляемые и неуправляемые ракеты, положив начало истории винтокрылых штурмовиков. При этом из-за увеличивавшегося веса вертолеты утрачивали транспортные возможности. Михаил Мин объединил опыт американцев и французов. Установив на Ми-8 два мощных газотурбинных двигателя, он заложил в него возможности многоцелевой боевой машины, способной решать как транспортные, так и огневые задачи, подобно наземным БМП и БТР. Однако советское военное руководство по-прежнему отводило вертолетам лишь роль летающего грузовика. Даже Гречка, после того, как Михаил Леонидович закончил, сказал ему, Михаил Леонидович, ну зачем вы так лезете в наши проблемы? Михаил Леонидович не мог по-другому, потому что сделать вертолет, отвечающий требованиям, задачам, которые решают военные, можно только тогда, когда ты понимаешь и глубоко понимаешь эти задачи. Идея Миля о необходимости создания мощного многоцелевого вертолета получила неожиданное подтверждение во время Карибского кризиса 1962 года. Совершенно секретно. 5 ноября 1962 года. Москва. Председателю КГБ Владимиру Семичастному. В Пентагоне проявляют большой интерес к советским зенитным установкам С-75, находящимся на Кубе. Разрабатывается план похищения ракеты с помощью специально подготовленного вертолета Иракес. Начальник первого главного управления КГБ СССР Александр Сахаровский. Американский многоцелевой вертолет Иракес был оборудован механической клешней, способной захватить с воздуха зенитную ракету. Благодаря информации разведки, кража была предотвращена. Тем не менее, именно эта ситуация заставила советских военных пересмотреть свои взгляды на Ми-8. Они примерно через год очухались, если так грубо сказать, и поняли, что им нельзя быть в стороне. В 1962 году вышло еще одно постановление. Там уже предусматривались все военные потребности этого вертолета, в том числе некоторые вооружения даже уже было заложено. Вооруженная модификация получила шифр Ми-8ТВ. В отличие от практически безоружного американского Иракеза, на советском вертолете были установлены крупнокалиберный пулемет и четыре пилона для подвески ракет и бомб. В 1962 году опытная машина впервые поднялась в воздух. Ми-8 уверенно летел на одном двигателе, а новый пятилопастный ВИН позволял совершать аварийную посадку на авторотации. Тем не менее, среди государственных руководителей вертолеты по-прежнему считались опасными. Чтобы избавить своих соратников от страха перед вертолетами, Хрущев придумал неожиданный ход. В 1962 году он приехал вместе со всеми членами Политбюро на авиавыставку. Погуляв среди красавцев-лайнеров и новейших истребителей Никита Сергеевич неожиданно подошел к Ми-8. Здесь и проведем заседание Политбюро. Сказал Хрущев, и все почтенное собрание нехотя полезло в чрево восьмерки. После этого случая вертолет стал таким же атрибутом государственной власти, как и персональный автомобиль. Покровительство главы СССР сыграло злую шутку в судьбе нового вертолета. В 1964 году, после отстранения Никиты Хрущева, командование ВВС не приняло Ми-8 на вооружение. Армия закупила лишь несколько десятков машин для апробации. В январе 1966 года произошло трагическое событие, поставившее под сомнение концепцию многоцелевого вертолета. Его свидетелем стал летчик-испытатель московского вертолетного завода Герман Алфер, который в тот день должен был облетывать серийный Ми-8. Так как я жил далеко и задержался буквально на 10 минут, приехал без 10-9, а нужно было чуть раньше приехать. Вертолет еще не прилетел, но Борис Владимирович Земцков, который исполнял обязанности начальника полетной службы, заменил меня на Лешина. Это опоздание спасло жизнь Герману Алферу. Едва экипаж под командованием Николая Лешина взлетел, разрушился рулевой винт. Ми-8 начал вращаться с бешеной скоростью. Когда он начинает так крутиться, он начинает подставлять под несущий винт, элементы конструкции, начинает рубить лопасти. В общем, нет, это ужасно. Это мне нож в сердце, потому что к этой катастрофе, к сожалению, я имею прямое отношение. Значит, я уже... Вот в этот период я занимался разработкой рулевого винта для этого вертолета. Причина происшествия выяснилась сразу. Вместо деревянного рулевого винта Ми-4 на восьмерке установили металлический. Совершенно другая динамика колебаний вызвала усталостное напряжение и разрушение подшипника. Правительственная комиссия сняла обвинения против конструкторов, которые не могли знать о новом явлении. Опасный недостаток был устранен. Но у противников Ми-8 появился мощный козырь. И устаревший роторный Ми-4 по-прежнему оставался штатным вооружением советской армии. Точку в споре двух советских вертолетов поставили, как ни странно, американцы. Американских парней на летающих крепостях, сверхзвуковых фантомах, вертолетах послали в небо. В чужое небо. В мирное небо Демократической Республики Вьетнам. Послали убивать и гибнуть самим за безнадежное черное дело. Во Вьетнаме американцы впервые применили новый вид воинских подразделений. Аэромобильные войска, которые объединили пехоту и вертолеты. Но первые же бои показали, что время роторных машин ушло. Вертолеты выполняли множество задач. Тогда летали на вертолетах CH-21. Пришел приказ срочно забрать с поля боя взвод солдат. Вертолет работал на двух поршневых двигателях и мог взять на борт не больше 10 человек. Решили сделать два захода. Когда прилетели обратно, живыми уже никого не нашли. В конце 60-х армейская авиация США срочно перевооружалась новыми типами вертолетов с газотурбинными двигателями. Эта информация заставила командование советских ВВС пересмотреть отношения к Ми-8. И в 1968 году он, наконец, был принят на вооружение. 1968 год. Военная база ВВС США «Флайн Джо» в Камбодже. 17 мая секретный американский аэродром на территории Камбоджи подвергся нападениям. Лишь много лет спустя стало известно, что это была тайная операция советской разведки по захвату новейшего американского ударного вертолета «Супер Кобра». После короткого боя разведчики захватили секретную машину, а остальные взорвали. Один из уничтоженных вертолетов стал причиной переполоха в советском военном руководстве. Совершенно секретно. 23 мая 1968 года. Москва. Министру обороны СССР Андрею Гречко. Во время налета на американскую базу «Флайн Джо» в Камбодже был обнаружен неизвестный тип вертолета с корпусом в виде лодки. Есть опасения, что это новое противолодочное средство для слежения за советскими атомными подводными лодками. Начальник главного разведывательного управления Генштаба СССР Петр Ивашутин. Неизвестный вертолет мог поставить под угрозу действия советского флота у побережья Вьетнама. Однако тревога оказалась ложной. Это была поисково-спасательная машина. Он построен по обычной американской схеме с главным винтом на верху и хвостовым пропеллером, контролирующим направление движения. Но имел необычную способность садиться на воду. Шасси убиралось и получалась лодка. Его прозвали «веселым зеленым гигантом». Причиной, по которой военное руководство приняло безобидный спасатель за противолодочный охотник, как ни странно, стал советский вертолет-амфибия Ми-14, спроектированный на базе Ми-8. Пошли по пути унификации. То есть взяли всю верхушку от Ми-8, а к нему приделали пол толстый, который обеспечивал достаточное водоизмещение, чтобы вертолет был на плаву. Вы видите уникальные кадры первых испытаний этой необычной машины. По соображениям секретности, военный вертолет был окрашен как гражданская машина. Новый вертолет предназначался для борьбы с подводными лодками в 200-мильной береговой зоне. Амфибия могла вести гидроакустический поиск днем и ночью в любых метеоусловиях. А при обнаружении субмарины следить за ней в течение двух часов и поражать торпедой или бомбами на глубине до 400 метров. Торпеда была суперсовременная. По тем временам она весила порядка 600 килограмм, развивала скорость под водой до 120 километров в час. Была очень мощная и могла поразить любую подводную лодку. Во время испытаний на Черном море от удара торпеды без боевой части едва не затонула советская дизельная лодка-мишень. Когда запустили эту торпеду, за счет того, что она такая мощная, развивает такую большую скорость, она с такой силой ударила по подводной лодке, что на ней даже швы лопнули. В октябре 1974 года летчики Кабамиля должны были провести еще один рискованный эксперимент. Впервые в практике вертолет-амфибия должен был совершить аварийную посадку в море с выключенными двигателями. Никто не знал, как поведет себя машина при столкновении с поверхностью воды на скорости 19 метров в секунду. Ми-14 мог развалиться или полностью уйти под воду, поэтому все члены экипажа летели в масках и с аквалангами. Но вертолет доказал свою надежность, удержался на плаву, и водолазное снаряжение не потребовалось. 11 мая 1976 года Ми-14 был принят на вооружение. Первые вертолеты-амфибии прямо из сборочного цеха срочно перебросили на Балтику, где настоящей головной болью советской противолодочной обороны стали новейшие дизельные субмарины ПРГ. Эти малошумные подводные пираты обнаруживались всего за 1-2 километра. При слежении за такой подлодкой экипажи Ми-14 применяли метод пересадки, который вы можете увидеть с помощью компьютерной графики. Ведущий обнаруживал лодку и передавал ее курс. Сразу же вперед на 1 километр направлялся ведомый, а когда он устанавливал контакт, то ведущий выполнял следующий бросок. После нескольких подобных маневров вертолеты выходили на ударную позицию и атаковали субмарину глубинными бомбами или торпедами. После того, как по немецким лодкам несколько раз провели имитационные пуски, они стали держаться на почтительном расстоянии от советских территориальных вод. Уникальные вертолеты-амфибии Ми-14 оказались востребованными не только в армии. Несколько машин было передано в поисково-спасательный отряд космонавтов. Сегодня Ми-14 используется в морских нефтеразработках и в операциях Министерства по чрезвычайным ситуациям. Двигатели ТВ-3, разработанные специально для винтокрылой амфибии, в скором времени были поставлены на Ми-8, сделав его еще более мощным и маневренным. Вертолет получил совершенно новые характеристики. Ну, для примера, вертолет Ми-8 в первоначальном варианте должен был поднимать 2,5 тонны, а сейчас он поднимает 5. Потому что несущий винт практически остался тот же самый, тот же самый, так? А двигатели уже другие. Газотурбинные двигатели Ми-8, разработанные в ОКБ имени Климова под руководством генерального конструктора Изотова, нашли неожиданное применение на Земле. В 1976 году на вооружение советской армии был принят танк Т-80 с аналогичным газотурбинным двигателем. Благодаря новой силовой установке он стал самым быстрым танком в мире. В конце 20-го века вертолет Ми-8, как и предрекал Михаил Мин, стал самым востребованным в армии. На базе восьмерки были созданы сотни модификаций. Постановщики мин, тральщики, летающие штабы, тактические разведчики и станции радиоэлектронной борьбы. Не было ни одного рода войск, где бы не использовались эти машины. И Михаилу Леонидовичу удалось так в яблочко стрельнуть. Вот он выбрал так удачно параметры этого вертолета, что он оказался очень востребованным по своим возможностям. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Первую разведку выполнили Ми-8 химических войск, созданный для ведения боевых действий в условиях ядерной войны. В реакторе продолжался пожар, грозивший новым взрывом. В срочном порядке для его тушения в Чернобыль был переброшен вертолетный полк. Каждый полет к аварийному энергоблоку сопровождался огромным риском, особенно для бортмехаников, которые вручную сбрасывали мешки с песком. Привязывался страховочным поясом, зацеплялся за борт вертолета, ну, чтобы в случае чего не выпасть за мешком. Брал эти 60-80 и более килограммовые мешки, и прямо глядя в это адское сооружение, или там, я не знаю, как можно назвать там, что там происходило, ад или еще что-то, и глядя туда, бросал эти мешки. Таким способом за первый день удалось сбросить 56 тонн песка, а требовалось в 100 раз больше. Тогда вертолетчики, используя огромную грузоподъемность Ми-8, предложили перевозить песок на внешней подвеске в парашютах. Примерно две дивизии воздушно-десантные разоружили. Порядка 14 тысяч парашютов в общей сложности привезли в этот район, из которых потом порядка 10-11 тысяч сбросили туда вместе с грузами. Пожар был потушен. Повторной катастрофы удалось избежать. Универсальные качества Ми-8 проявились во время войны в Афганистане. Именно там родилась блестящая связка ударного Ми-24 и транспортно-штурмового Ми-8. Мало кто знает, что грозная 24-ка была также создана на базе восьмерки. Но в горах более легкий Ми-8 оказался даже лучше своего бронированного собрата. Ми-24 создавался в свое время для Европейского театра военных действий, где максимальная высота гор там 5 тысяч 50 метров, это Монблан. А в Афганистане там горы до 7 тысяч. И поэтому вертолет Ми-8 себя проявил несколько лучше, чем Ми-24. Вертолетчики Ми-8 были особой кастой. Направляя свои небронированные машины в самое пекло боя, они заслужили настоящее уважение солдат. Как известно, подвиг редко совершается на показ. Но сейчас вы услышите уникальную и страшную запись расшифровки черного ящика Ми-8. Экипаж вертолета Литвинов, Короткин и Островерхов отказались покинуть гибнущую машину, потому что на борту были бойцы, у которых не было парашютов. Аль-3, по мне огонь открывает. Сильно, сильно, сильно. А вот здесь прямо, где я, справа. На ходу правой стороне. Борт 12-81, пожар. Борт 12-81, отрывай. Отпрыжай. В начале 90-х годов, после операции «Буря в пустыне», стало очевидно, что наступила новая эпоха в развитии вооружения. Для получения преимущества над противником, все виды боевой техники должны были на поле боя обмениваться данными, использовать современные системы навигации для наведения высокоточного оружия. В 1996 году на Московском вертолетном заводе был создан многоцелевой круглосуточный транспортно-боевой вертолет Ми-8 МТКО, играющий важную роль в информационном пространстве боя. С помощью космической системы ГЛОНАСС вертолет может определять координаты противника с точностью до 1 метра и автоматически передавать их на наземный командный пункт. Для наведения высокоточного оружия Ми-8 МТКО подсвечивает цель лазерным лучом. При этом вероятность поражения с первого выстрела приближается к 100%. Новая телетепловизионная аппаратура вертолета способна обнаруживать самые малоразмерные цели. В лесу стоит, я не знаю, как их называть, террорист, бандит и так далее. Стоит рядом с деревом, и его на экране телевизора отдельного человека так видно. То есть настолько аппаратура, настолько аппаратура тепловизионная хороша, что можно было бы уже, так сказать, определять это. Благодаря системе ночного видения Ми-8 МТКО может выполнять полеты в темноте с огибанием рельефа местности на высоте до 50 метров. При этом вертолет оснащен мощным комплексом вооружения, включая управляемые ракеты «Скорпионов». Боевое крещение новая машина получила во время второй чеченской кампании. Секретно. 13 декабря 1999 года. Моздок. Командиру вертолетного полка Николаю Майданову. Около населенного пункта Ярыш-Морды Шатойского района Чечни сбит штурмовик Су-25. Летчик катапультировался. Начинайте поиски. Командующий армейской авиацией Виталий Павлов. К месту аварии направился дежурный Ми-8 старой модификации с 30 десантниками на борту. На подлете его обстреляли боевики, и вертолет совершил вынужденную посадку в районе Аргунского ущелья. С аэродрома в Моздоке подняли смешанное звено ударных Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 МТКО. Благодаря новому высокоточному оборудованию «восьмерка» легко обнаружила цель, но также была встречена шквальным огнем боевиков. Пытаясь обмануть противника, командир группы майор Алимов сымитировал падение вертолета, свалив Ми-8 отвесно вниз и совершив посадку на повышенной скорости. А там лес внизу. Можно столкнуться с препятствиями, понимаете? То есть очень сложная обстановка была в то время. Вот им что Алимов, он сел, как вот, не знаю, как же герои дали. Эвакуация десанта и экипажа подбитой машины проходила под огнем противника. Всего на борту оказалось более 60 человек. Но Алимов сумел поднять в воздух перегруженный вертолет. Иностранный вертолет, он столько не вытерпел. Столько пассажиров на борту, лопасти поломаны, все пробито, гидросистема пробита, топливная система пробита, хвостовой винт расстрелян, лопасти все прострелянные, там дыры, не знаю сколько, только фюзеляжа 58 пробоины было. На выходе из ущелья Алимов увидел, как боевики разворачивают зенитную пушку. Но его Ми-8 из-за перегрузки был не способен к маневру. Тогда экипаж Ми-24 майора Савгеренко заслонил восьмерку своим бортом, ценой жизни прикрыв отход своих товарищей. Чеченская компания показала, что обновленный Ми-8 по-прежнему является лучшей машиной в своем классе. На его счету сотни успешных боевых вылетов. Сегодня Ми-8 – самый массовый, не имеющий конкурента в своем классе вертолет. Выпущено более 12 тысяч машин. В конце 90-х два вертолета Салона на базе Ми-8 были куплены для лидера Палестины Ясера Арафата. Его личным пилотом стал Михаил Шевяков. Когда получали разрешение на полеты, инспекция Израиля очень внимательно осматривала вертолеты, даже вплоть до под обшивкой. Нет ли сетей вооружения, нет ли какого-нибудь приспособления, куда может быть установлено штатное оружие. Зимой 1999 года Арафату нужно было возвращаться из Египта в свою резиденцию в Газе. Хотя еще недавно шел снег, метеобюро Каэрского аэропорта обещало хорошую солнечную погоду по всему маршруту перелета. Мне синоптик с улыбкой на глазах рассказывает, что погода хорошая, можете спокойно лететь. Прошло всего минут 20-30 после этого ураганного снега. Я знаю, что погода не может быть хорошей. Я попросил всю информацию. Он мне клянется и божится, что погода хорошая, и можете лететь. Арафат приказал взлетать. На десятой минуте полета вновь пошел снег, перешедший затем в град. На самом деле это была очередная попытка убийства лидера Палестины. Погода была не просто плохой. Вертолет угодил в самый настоящий ураган. Град оставлял на корпусе вмятины. Окна полностью обледенели. Вместо разрешенных 200 ветер разогнал машину до 300 км в час. Но Милевская восьмерка выдержала и благополучно совершила посадку в палестинском городе Газе. В 1999 году Ми-8 вошли в состав Международного миротворческого конъединения контингента в Косово. Пилоты американских вертолетов завидовали нашим летчикам. Перед полетами им приходилось долго ждать, когда проверят все детали Блэк Хоука. А восьмерка взлетала едва вставляли аккумулятор. Если сравнить определенные летательные аппараты зарубежные, именно этого класса, типа Блэк Хоука, ну, в общем-то, они больше всего, можно сказать, ангарное хранение, все работы проводятся, только в помещении нашей же, и в снег, и дождь, и град, стоят на улице, пришли, расщеклили, запустили и полетели. В 2001 году Совет Безопасности ООН разрешил ввести в Косово сербскую полицию. Американские морские пехотинцы обеспечивали предотвращение столкновений с албанскими боевиками. Российские Ми-8 и Ми-24 прикрывали своих бывших противников, барражируя над американскими войсками. Потом, когда мы разговаривали с наземными войсками, американскими, им очень понравилось, мы чувствовали себя в безопасности, когда над нами вот этот вертолет, группа вертолетов, крутится в этом. В апреле 2002 года, спустя 40 лет после первого полета Ми-8, на выставке вооружения в Малайзии был представлен новый транспортно-боевой Ми-8 АМТШ «Терминатор». Впервые десантный вертолет по своим огневым возможностям сравнился со штурмовиком, а по электронному оснащению не уступает современному истребителю. 24 апреля 2006 года министр обороны США Дональд Рамсон утвердил новую военную доктрину. Соединенные Штаты отказались от концепции глобальных войн в пользу кратковременных ударных операций. Главными участниками боевых действий станут подразделения специального назначения, которые будут передвигаться и воевать на вертолетной технике. Сейчас, в настоящее время, в мире анализ показал, что существуют потребности в вертолетах, которые выполняют универсальные задачи. универсальность задачи заключается в том, что вертолет должен сам как бы найти цель, обнаружить, постараться ее или ликвидировать, или принять еще какие-то действия, связанные с тем, чтобы эту угрозу отвести. Ми-8 АМТШ «Терминатор» в полной мере отвечает задачам современной войны. Ведь это не просто машина для переброски солдат, но и круглосуточный всепогодный боевой комплекс, интегрированный в информационное поле боя. Министерство обороны России уже рассматривает вопрос о его поставках в войска. Если образцом высочайших технических достижений в мире среди автомобилей является знаменитый американский «Форд Т», то среди вертолетов российский Ми-8. Официально он состоит на вооружении в 80 стран и может считаться таким же символом успеха российских конструкторов, как автомат Калашникова. При этом специалисты предрекают, что еще несколько десятилетий Ми-8 будет оставаться самым массовым вертолетом на земном шаре, подтверждая мысль Сенеки, знаменитого философа, способность расти есть признак несовершенства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова